добрый вечер как меня видно слышно дайте какой-нибудь знак я вижу нас уже 54 человека все супер замечательно спасибо за обратную связь здравствуйте все знакомые 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 имена давайте мы некоторое время подождем народ собирается у нас достаточно много зарегистрировано ну и как всегда вечернее время нужно соединиться в последний момент всегда что-то бывает не включается мы тоже первый раз сейчас используем эту платформу пруфми который нам рекомендовали как наверное самый лучший по крайней мере в русскоязычном пространстве для ведения вебинаров и курсов у нее много преимуществ потому что через нее можно показывать любые видео показывать любые картинки любые презентации я подготовил тоже презентацию протестировал ее для того чтобы была какая-то визуальная пора того пути по которому я сегодня буду вас проводить нам нужно разобраться что такое инструменты эволюции что такой эволюционный путь кто такие эволюционеры люди преданные делу эволюции делаю непрестанного развития пруфми да в одно слово 2 двойное f ну как в браузере вы же через него загружались пруфми вебком там вопрос вот дмитрия это более функциональная вещь чем зум потому что не нужно загружать специальную программу открыл ссылочку и ты уже в вебинаре то есть предельно просто все что нужно содержится уже в самом браузере и оттуда погружается поэтому полный простой и очень хорошая функциональная система можно общаться да совершенно верно пруфми дотком дмитрий вы правильно писали привет а тебя белякова михаил митрофанов добрый вечер всем константин играющий в эволюцию приветствую я надеюсь что мы все с вами образуем такое невидимое племя эволюционеров которые у которых только одна единственная связь страсть к развитию развитию себя развитию других людей развитию мира развитию вселенной развитию духа развиваться это наша высшая ценность наша высшая страсть но я прекрасно понимаю что не эволюционерами едиными жива земля есть много других замечательных людей творческих людей которые не осознают себя как эволюционеры им не нужно жизнь отданная на развитие в развитии другие свои творческие планы устремления своя миссия это тоже замечательно но мы с вами будем говорить сегодня о том что самое главное на пути эволюции человека пути развития не я имею ввиду конечно не эволюцию в традиционном научном смысле как учение о развитии развития не живой и живой природы о том как возникла вселенная как возникли звезды солнечная система наша галактика млечный путь как возникла земля и затем жизнь на ней как эта жизнь развивалась вот одних форм к другим и как наконец-то миллионы лет назад возникли гоминиды и от них путь эволюции привел как мы считаем к венцу эволюции к людям это эволюция не будет занимать место не моем курсе не в сегодняшнем разговоре мы будем заниматься другой эволюции 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 эволюционеры даю определение это те кто занимается эволюции эволюции то есть те которые осознают возможность развития и творчески осознанно исследуют эту возможность и ее используют для того чтобы достичь максимум того что возможно для каждого из нас да сергей куликовский замечательно афористически почти что девиз или слоган сказал развивались развивали имса и будем развиваться всегда с тремя восклицательными знаками спасибо сереж и спасибо наталья которая благодарит за то что я говорю обращая вернее внимание на эволюцию инструменты эволюции я думаю что эта тема назрела я думаю я считаю что это главный мегатренд нашего времени это дух времени который вынашивался вынашивался созревал наверное где-то с конца 19 века эта тема пробивалась начиная с времени ницше и начиная с того стой бузы которую строил этот великий философ он как известно устроил из философии веселую науку обзывал канта кенигсгбергским китайцем за его рационализм умствование за критику чистого разума слишком много менталолома по мысли ницше слишком мало жизни слишком много мышления о жизни и слишком мало самой жизни сока жизни для ницше древние греки были примерами настоящей философии лет вагнер один из его кумыров и его серия кольца небелунгов и ницше оказал самое большое влияние конечно же и на всю мировую культуру на русскую культуру и философию все самые известные русские писатели художники композиторы музыканты мыслители были под влиянием ницше колоссальным а многие считали себя последователями продолжателями его дела в своей области я тоже испытал роковое влияние ницше получил на нокаут можно сказать философский от ницше когда на втором курсе фистеха в 1981 году ко мне попал я был в очереди значение этой книги его шедевр так говорила заратустра традиционное издание в бессмертном переводе антоновского это лучше наверно перевод так говорил заратустра я читал эту книгу ночь не отрываясь конспектировал конспект у меня до сих пор и я проснулся другим человеком ницше повлиял на хайдеггера ясперса на сартра на всех русских философов шестова бердяева флоренского все испытали роковое не отвратимые влияние ницше который подарил им эту дикую мечту о бесконечном совершенствовании а сверх человеке но кто-то не удержался и впал в искушение сверхчеловека в единственная сверхчеловека привязанная к некоторым людям личностям профессиям и так далее к некоторым религиям это крайности но ницше конечно забросила чрезвычайно важную тему которая потом развивалась развивалась подхватывалась герман гесса в первой четверти двадцатого века замыслил великое он тоже был предтечей пророком хотя писатель но и мыслитель великий культуролог предтечей великого паломничества запада в страны востока паломничество в страны востока так называется его знаменитая эссе тех времен добрый вечер я смотрю к нам просоединяется все больше и больше участников я продолжаю свои введения в мир эволюции также приветствую всех кто к нам присоединяется александра странника ура я тоже я рад саша я с тобой ольга карцева дарит и весь тиват с ольгой с ольгой ларцы очень плохо слышно можно ли будет получить запись я думаю что дама запись будет она идет параллельно в этой программе автоматически записывается все вебинары и я выложу и обязательно для того чтобы можно было прослушать какие-то ним они непонятные места потому что ну непонятные места конечно же тоже будут я хотя и одна из моих идентификации трансперсональная психология я занимаюсь транс чистой трансперсональной психологии классическим игральным подходом и процессуальной работой достаточно много лет каждому направлению отдана из практик холотропное дыхание различные виды медитации духовной традиции я также философ до сих пор работаю старшим сотрудником институте философии где я заканчивал аспирантуру защищал на философскую диссертацию я также издатель свыше 100 книг издана мною ну и последние года я кинорежиссер снял три больших полнометражных документальных фильмы и сейчас в процессе работы над двумя другими документальными фильмами нравится работать с разными двумя фильмами ну хотя бы такой по той причине что всегда есть чувство свежести если тебе надоедает работа над одним фильмом ты переключаешься на второй фильм вырабатываешься в него видишь новый свежим взглядом смотришь потом возвращается к первому фильму и видишь его свежим взглядом и вот в такой работе получаешь новые новые видения импульсы всегда свежее видение это 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 здорово я ничего не вижу и не слышу кто-то говорит владимир уже идет я ничего не вижу не слышу проверьте пожалуйста громкость у вас должна быть где-то сбоку сбоку когда вы смотрите на экран это справа ползунок и там можно регулировать громкость громкость звука вот я могу например регулировать и громкость и также проверьте громко системную в своем компьютере она должна быть включена и тогда все будет меня слышат другие люди кстати слышите все хорошо обновите елена андреева просит меня обновить все к и наталья говорит ok елена все в порядке елена андреева модератор она помогает мне вместе с кристиной обновить не надо кристина говорит что все слышно а замечательно обновить это обновить елена просила тех кто присоединился ну замечательно я продолжаю тогда вот эту линию паломничество в страны востока это как бы вот этот огонь эволюционный огонь был передан эстафета герману гесса он написал замечательная книгу степной волк о поисках сути о пути к целостности о преодолении страданий о воссобрании жизни об исполнении мечты и затем потрясающая книга игра в бисер игра со всеми ценностями культуры выход за пределы европейской культуры на встречу к другим культурам большая площадь мира где встречается все культуры все религии все достояния человечества это большая мечта великой мечта германа гесса ну и затем я думаю что ну я так штрих пунктиром конечно великие экзистенциальные традиции экзистенциально-финологической школы психологии философии камю сартр в россии бердяев шестов ну и вообще вся русская религиозная философия она вся конечно же прежде всего экзистенциальная и потом уже религиозная философия поэтому какого русского философа не читаешь это конечно первоклассные книги о человеке человеческой ситуации я горячо рекомендую я знаю люблю прочитал очень много из узкой религиозной философии но мой любимый автор лев шестов наиболее близкие знамя нитше огонь нитше я чувствую в нем ярче всего конечно же он настоящий эволюционер и именно ему принадлежит изобретенный им жанр который называет странствие по душам вот это искусство странствие по чрезвычайно важный навык эволюционера нужно уметь странствовать по душам людей через произведение искусства когда это люди творцы они что созидают это через фильмы книги стихотворения картины балеты танцы объединяешься и странствуясь по душам этого человека сливаешься и постигаешь его жизнь его глубины я всегда например когда интересуюсь изучаю какое-то произведение будь то роман будь то философская психологическая книга я всегда интересуюсь жизни творца меня всегда интересует вот та почва из которой это появилось и выросло без этого очень сложно понять о чем человек без его жизни потому что это наше фундаментальное измерение экзистенциальное измерение я сам я есть я здесь я в себе я в людях и вот оно мое бытие но проявляется прямо сейчас через все что я излучаю через все что я говорю через все мои слова жесты проявления явные не явные поэтому это фундаментально и конечно наиболее полная эволюционная традиция его эволюционизм проявился в сороковые 50-е годы через экзистенциальные философию психологию социологию герминевтику то есть экзистенциальную традицию и конечно же эволюционеры должны знать самое главное в этой традиции об экзистенциальной психологии экзистенциальной философии экзистенциальной литературе я имею ввиду конечно киркигор и достоевскую здесь двух официальных можно сказать отцов современного европейского экзистенциализма ну и затем после второй мировой войны и ее окончание это время колоссальных социальных сдвигов и проявления уже эволюционеров на социальном уровне я думаю что первое массовое такое проявление произошло в сша это движение битников надо двигаться не стоять на месте да когда мы двигаемся мы всегда обстречаемся с новым все познается в движении жизнь это движение это перемены то есть вот такое новообретенное я бы сказал даже путь жизнь как путь жизнь как перемена жизнь как движение такой ну американский да сизм я бы сказал культурный очень глубокое сродство существует между битничеством и да сизм ну конечно затем хиппи и это уже не только америка это уже весь мир все хипповали россия хипповала еще при советской власти вся европа хипповала и до сих пор хипуют хипуешь бабка помните выражение да и нередко в наше время поскольку движение хиппи ну наверное лет 50 можно встретить ветеранов этого движения пожилых хиппи пожилых бабушек хиппи пожилых дедушек хиппи но конечно же в основе это тот же эволюционизм затем новый век ну конечно же крестный отец нового века карлос кастанеда которые через свои гениальные книги о пути знания учея у индейцев яки дони хуани дони хинария но просто поразил и заразил весь мир это страстной идеи развития ученичества преодоление обыденности через новый опыт через необычное состояние сознания через подвижность через особый путь связанный с знанием и затем великий взрыв становление трансперсональной психологии кстати первой книги кастанеда и трансперсональная психология это практически одно и то же время начало 70-х годов первой книги кастанеда ученичество это его началось в 60-е годы конечно и официальное становление трансперсональной психологии образование ассоциации журнала это 68 год и 69 год это уже первый год официального становления регистрации и мы хорошо знаем что истоков этого движения абрахам масло который был кстати создателем с гуманистической психологии в америке одним из основателей этого направления и движения но вот что-то показалось ему мало что-то не хватало хотелось что-то еще и вот в своей пирамиде мета потребностей он обнаружил недостающее звено которое выше потребностей к самореализации потребностей бытия потребностей творчества экзистенциальных которые до этого вперед гуманистической психологии венчали пирамиду потребностей теперь наверху стала потребность самотрансценденции самопреодоление в непрестанном движении в непрестанном развитии вот где начало уже психологического эволюционизма и постепенно постепенно общее цивилизационного эволюционизма потому что вот так случилось что трансперциональной психологии классической трансперциональной психологии было суждено стать предтечей вот этого глобального духа духа времени который сейчас уже чувствуется абсолютно везде в педагогике фитнесе движение новый век в бизнесе в искусстве повседневной жизни везде везде все проникнуто непрестанной жаждаю совершенствования развития улучшения достижения максимум возможного но кто-то избрал для себя путь духовной традиции кто-то социальные карьеры кто-то политической кто-то бизнес карьеры кто-то хочет стать просто хорошим человеком или замечательным семьянином мужем матерью отцом женой кто-то находит реализацию в дружбе кто-то в любви и совершенствуется здесь чтобы любовь стала инструментом развития и хочет развиться достичь максимума здесь в отношении и дело дошло до того что великий израильский мыслитель ноль харари написал книжку хома деус человеку божественный кстати прекраснейшая книга я немножко не дать недооценил первую книжку его сапиенс я просмотрел ее нашел некоторые несуразности и так далее и как-то ее даже не прочитал но когда я стал читать хома деус она захватила меня ну очень грамотным культурологическим философским и историческим обоснованием духа времени который пронизывает все я не встречал нигде более глубокого философского обоснования духовно ориентированных подходов психологии психотерапии то есть трансперсональные процессуальные интегральные направлений я не встречал нигде более полного обоснования современного тяги людей к духовным традициям и духовным практикам масштабное культурологическое полотно которое является ну вот мне кажется самым глубоким философским обоснованием эволюционеров и эволюционизма того чем занимаюсь я мне не хватило знания образования и ну наверное вот это вот историчности вот такой той большой картины которая есть у хороших историков масштабности которая есть у харари для того чтобы передать вот эту глобальную интуицию я восхищаюсь и горячо рекомендую эту книгу есть еще и третья книга 21 урок для 21 века я еще и не прочитал но я думаю что она не менее прекрасна итак мы с вами будем заниматься развитием эволюции и это наверное самое главное итак я думаю что вот елена посоветовала тем у кого нету видео обновить страничку либо войти через браузер chrome я тоже веду трансляцию через браузер chrome кстати сказать потому что ну вот я работаю на mac и у меня компьютер macbook pro но например через родной для операционной системы mac браузер safari вот эта система не работает не запускается а вот через chrome все работает великолепно и через firefox тоже все прекрасно работает поэтому заходите вот через эти два браузера лучше через chrome он наиболее приспособен ко всем этим делам итак я приношу извинения если будут некоторые нестыковки потому что я первый раз использую эту систему proof me и одновременно разговор и презентацию я надеюсь вы видели заставку коротенькую полминутную виде заставку это короткая нарезка из моего последнего фильма инструменты эволюции она вот на таком метафорическом и даже поэтическом языке говорит о том главном чем мы будем заниматься изучением того как мы можем развиваться изучением того какие есть препятствий как с ними работать изучением того как все в жизни может быть использовано для нашего непрестанного безостановочного развития изучение того как мы можем быть более счастливыми развиваться к счастью более трудоспособными более творческими как мы можем снимать ограничения и так далее это программа максимум нашего курса и я должен вам сказать что ну лично для меня самого путь к инструментам эволюции был достаточно долгим сейчас я попытаюсь дать вам презентацию вот у меня презентация сейчас я ее включаю так 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 на видео трансляция слайда скажите пожалуйста видно сейчас презентацию первый слайд инструменты эволюции я вот дмитрий кочерков из да все все как и раньше презентацию видно скажите пожалуйста я вот инструменты эволюции на таком салатном фоне все отлично хорошо вот я второй слайд переключаю чтобы нам было видно все видно скажите пожалуйста 2 видно все хорошо тогда я могу вести презентацию меня тоже надеюсь видно хорошо ну что ж вопросы которые вынесены на этом слайде это о препятствиях мы все чем-то занимаемся мы все развиваемся мы все пытаемся пытаемся ходить на медитацию на йогу на коучинг психотерапию на мы занимаемся спортом укрепляем свое здоровье но тем не менее результаты чаще всего не те на которые мы надеялись мы нередко не можем добиться поставленных целей нам не хватает счастье и те кто занимается духовными практиками ну давайте будем честными мы несмотря на долгие порой и упорный труд еще не просветлены и конечно же у нас есть глобальные вопросы о больших задачах у больших картинах о смысле жизни о нашем предназначении мы все хотим понять для чего мы родились в этот мир где мы можем реализоваться по максимуму где мы можем найти себя как нам найти себя что нам делать ну и конечно же мы хотим найти ответы на все это и здесь очень интересный факт ведь вопросов у нас очень много и вспомните сколько вопросов мы задаем друг другу каждый день ну например было посчитано что маленькие дети задают больше чем полтысячи вопросов больше 500 вопросов в день вот они только научились говорить и начинают спрашивать это что такое почему зачем где скажи пожалуйста а как это почти и это не пристанно но я прекрасно помню себя в детстве я вырастил двух сыновей и помню возраст почему щеки они сейчас очень любопытны и первым человеком философом который задал вопрос о вопрошении помните что такое эволюция вопроса смысле развития до эволюции эволюции так вот первым философом спросившим о смысле вопрошения был очень известный немецкий философ мартин хайдекер и приходит естественный ответ на если мы спросим себя какой смысл нашего вопрошения ну давайте пойдем от конкретного ну скажем вы спросили меня сколько время да а я посмотрел на градусник и сказал 9 градусов тепла наверное нет ответа вы ожидали спросили о времени а не о погоде не о моем росте да поэтому каждый вопрос который мы задаем он за собой скрывает наш поиск знания о чем-то в этом мире о каких-то аспектов этого мира то есть от тех или иных гранях реальности ну и следующий шаг сделать не сложно если мы обобщим мысленно всю совокупность вопросов вообще все самые разные самые неожиданные самые перпендикулярные друг другу вопросы в разные стороны о чем они все наверное о всем богатстве того что такое жизнь что такое мы что такое реальность то есть совокупность нашего вопрошания вопрошательство говорит о том что мы ищем прежде всего реальность как как оно есть на самом деле это главный вектор нашей поисков это главный смысл нашего движения главный смысл главное призвание конечно же у каждого из нас есть свой уникальный особенный путь связанный с нашей судьбой жизнью с нашими особенностью но у нас одновременно есть и общая судьба мы все ищем развитие через знания к реальности и я думаю что это очень важный ключ это полностью меняет дело это дает нам наверное самый большой козырь для того чтобы на сущностном уровне понимать все чем занималась человечество и чем занимаемся мы развитие всегда высшее индивидуальное социальное развитие было одним из главных целей и человечество и каждого отдельного человека как бы мы это не называли гениальность чемпионство развитие святость просветление любовь лучшие результаты и так далее и так далее и все же несмотря на то что было столь но столько много пробужденных великих учителей столько много лауреатов нобелевской премии столько много чемпионов мира по разным видам спорта столько много народных артистов и гениальных призеров премии оскар скажем среди кино актеров но большинство людей и все еще живет на среднем общечеловеческом уровне жизни не реализует то на что мы способны почему этого не происходит ну в разное время это происходило по разному и конечно же если вы посмотрите мировую литературу ну прежде всего литературу связанную с духовными путями это мировые религии мировые духовные традиции а также всевозможного рода педагогическую психологическую исповедальную литературу ну скажем великая исповедь марка аврелия наедине с собою да исповедь о том как жить о том как найти себя о том как быть человеком и осознавать или опытом антене да другое откровение жизни исповедь льва толстого или записки из мертвого дома федора михайловича достоевского потрясающее произведение это ключ к миру достоевского исповедальная литература всегда помогала нам ну а также вообще в целом странствие по душам через искусство через все произведения искусства в любых формах в любых жанрах в любых форматах это все наши помощники это все инструменты эволюции но в наше время существует конечно же кроме общевременных и общечеловеческих препятствий связанных с нашей ограниченностью ну и прежде всего с теми негативными эмоциями в которые мы западаем то что традиционно в духовных традициях называется страсти страсти гордыня чеславия чревогодия гнев и так далее вы найдете например в поучениях оптинских старцах или во втором томе добротолюбия или в уставе скифские скидской жизни нила сорского детальнейшее православное руководство том как наши древние святые отцы работали со страстями также работа с негативными эмоциями это одно из корневых содержаний во всех мировых религиях и всех духовных традициях во все времена люди прекрасно понимали что через негативные эмоции мы сливаем свою жизнь энергию в канализацию бессознательно только что мы сияли только что были на горе только что через нас была ключ жизнь ключом и тут бах мгновение гнева мгновение google гордыни горечи и я уже на нуле я уже на среднем уровне я уже не сверкаюсь я уже не делюсь своими откровениями нету сил нету энергии нету желания в наше время появилась другая глобальная ловушка это медиа медиа каналы соцсети интернет домофоны все начиналось с невинного изобретения радио а затем пошло поехало радио телевидение да интернет компьютеры да интернет ну и после эпловского изобретения айфона наступила новая цивилизация глобального медиа которая развивается дальше будет дополненной виртуальной реальность и вот в последних фильмах фантастических я вот недавно посмотрел последнего человека паука и там главный герой надевает очки они подключены глобальной сети и он мгновенно обратная связь работает с этим с этой сетью и без необходимости набирать что-то на клавиатуре или работать каким-то манипулятором или мышкой я думаю что это наше реальное абсолютно будущее вот такого рода тотальная медийность и объединение через медиа всего того что всего того знания которое накопило человечество и возможности мгновенного доступа любого локуса этого знания я думаю с этим свяжен следующий когда станет актуальным навыком каждого человека не просто мечтой не просто проектом произойдет ну реальное существование вот этого проекта хомо деус максимума человеческого свершения и ну начнется что-то другое потому что эволюционизм это что-то непрестанное безостановочное то что не имеет конца то что возможно имеет начало форме большого взрыва хотя много научных гипотез которые говорят о том что начале было что-то другое небольшой взрыв и вообще и начала не было и конца тоже не будет почитайте современную научную литературу об этом если интересуетесь итак медийная связь медийное рабство это очень и очень серьезный фактор который мы должны конечно учитывать будучи эволюционерами в этом колоссальная возможность через подключение какаша хроники человечества глобальному как я называю глобалариуму глобалариум то есть совокупность всех знаний человечества и я нахожусь в актуальной связи с этим динамическим хранилищем который постоянно пополняется и совершенствуется и в то же время опасность попасть в тотальный контроль и жить в создаваемой реальности которые манипулируются ну или суперкомпьютером или группой сильных мира сего следующий слайд говорит нам о том что ну наши идеи в отношении развития эволюции имеют по крайней мере две устойчивых культурных коррелята первый связан с идеей эволюции или непрестанного высшего развития на востоке и там это используется слово достижение недвойственного состояния просветление пробуждение реализации или высшая реализация становление потоком становление путем и так далее то есть достижение состояния неделимого недвойственного единства это и древние греки плотина едином и так далее это и многочисленные учения недвойственных традиций а два это веданте да сизм дзюкчен можете посмотреть у первоисточников или у современных учителей этих традиций сейчас существует обширная литература великолепная литература в моей молодости такого не было по каждому аспекту пути связанному с великими духовными традициями но есть конечно же западный путь который понимается прежде всего как достижение чего-то высшего в движении по ступеням первый класс второй класс затем институт бакалавриат и получение диплома как называется сейчас у нас когда я учился не было бакалавриат и здравствуйте да к нам подключились киево сакмарова привет привет дорогая кира андрей абрамов привет михаил митрофанов очень приятно всех вас видеть здесь в нашем вебинаре и так я продолжаю высшее развитие это понималось как мастерство как гениальность как лауреатство нобелевской премии как чемпион олимпийских игр и так далее то есть иерархическое развитие я шагаю по ступеням потом достигают высшего выше уже не бывает выше олимпийского чемпиона только другой олимпийский чемпион который победит этого олимпийского чемпиона но это все равно олимпийский чемпион вот такое движение по ступеням и вот первым мыслителем который это объединил стал кен вилбер он свел вот эти две великие культурные пути и две карты развития вот так называемые решетки вилбера компса здесь вот ее простейшие изображения по оси вертикальные это западные уровни развития здесь они в согласно приведены согласно уровнем спиральной динамики этот инструмент вилбер очень ценит и использует в своем интегральном подходе действительно великолепный инструмент а по горизонтальной оси это все более и более единое или недвойственные состояния сознания которые достигают на восточных путях самосовершенствования вот такая решетка вилбера компса это конечно не истинно в последней инстанции сам милбер я пошли дальше и усовершенствовали эту решетку но тем не менее очень важно для понимания общей идеи но как я сам стал таким кем я стал как я пришел ко всем этим идеям эволюционному видению мира но прежде всего конечно я вырос в семье где была в уездном городе ярославль я там совсем недавно был несколько дней вернулся посетил кстати свои любимые места и возможно сделаю вебинар на эту тему может как будто будет интересно мой ярославль снял места своего детства детский садик куда я ходил например кинотеатр куда я ходил ребенком волгу и котросль где я купался храмы площади где катался играл мальчишкой так что это очень важно быть в контакте с землей жизнью с детством с корнями это вот такой правильный фэн-шуй должен быть у каждого человека связь семьей с родом с корнями землей языком страной культурой духом культуры всеми традициями народными религиозными духовными со всей глубиной истории человек который твердо стоит на земле на своей земле может расти вверх он может головой достичь неба недаром кстати китайский иероглиф человека состоит из трех горизонтальных черт соединенных вертикальной чертой на человек это тот кто соединяет землю и небо он дорастает до неба до вершины идет дальше потому что небо бескрайне небо нигде не кончается за небом космос за космосом наша система за ней галактика затем метагалактика а там бесконечная вселенная так что нам всем есть куда расти мы все живем по большому счету в космическом измерении здесь под заголовок кстати моя личная история самосовершенствования то есть история дилетанта широкого профиля который делает ток чему никогда не стремился вот такой человек да я во первых дилетант широкого профиля хотя я много чему учился но я нигде не являюсь таким целеустремленным полным специалистом не в одной из своих специальностей я закончил московский физико-технический институт это кузница науки 6 лет напряженного учения красный диплом блестящая защита диплома биофизиков тема фотосинтез экспериментальное исследование как дышит живое как дышат растения источник главной энергии материала на планете земля вот тема моего диплома я не понимал тогда зачем это нужно сейчас понимаю меня готовили уже тогда сразу после физтеха я поступил философскую аспирантуру института философия академии наук ссср резкий ход несмотря на то что меня звали в науку в аспирантуру говорили что мой диплом почти готовая диссертация физмат наук я давно уже последние три года готовился идти по другому стезю философию и серьезно ее изучал наверное этому предшествует не только ярославль не только культурная атмосфера в семье у нас было много музыки много книг отец блестяще знал русскую литературу и оперную и классическую музыку это было его стихи из стезя очень много музыки у нас дома и еще не умея говорить я слушал величайшие голоса мира и затем когда научился понимать человеческую речь отец объяснял мне тончайшие нюансы в исполнении скажем арии каврадосии мари дельмоника дельмоника владимир атлантовым тита руффа или скажем энрика каруза и я научился слышать и слушать с детства еще не понимая но я уже слышал слушал различал и вот это различающая способность она очень многое мне дала умение различать умение учиться учился я всегда хорошо был отличником и очень много читал и вот я считаю что наверное такой решающая книга которая попала мне наверное в восьмом классе думаю это шестьдесят восьмой год извините это семьдесят семьдесят наверное первый или семьдесят второй год я прочитал книжку владимира леви охота за мыслью затем потрясенный я нашел другую книжку на тоже в серии библиотека издательства знания я и мы я был потрясен и затем уже в десятом классе вышла его потрясающая книжка искусство быть собою и вслед за этим в этом же году или в следующем я не помню искусство быть другим вот наверное первые четыре самые важные для меня в моей юности эволюционные книги да это для меня заменила всю йогу через леви я узнал психологию социологию отношения психиатрию психотерапию блестящее введение литературно очень художественно очень отдаленный автор я думаю что многие из вас читали в то время вообще уникальный в советском союзе и наверное единственный и я зачитывал своего книгами знал наизусть проделал все упражнения из всех книг освоил вот а тренинг освоил теорию перевоплощения все что изложено его книгах я пропустил через себя это была моя самая первая работа над собой и самая первая практика затем как я уже говорил ницше к так говорил заратустр я прочел это на втором курсе физтеха я ошибочно указал 76 это был 75 год конечно же второй курс и на третьем курсе я нет я правильно указал я вышел на юрия ивановича куфтрева который преподавал философию на физтехе был одним из преподавателей вокруг него шла молва что он знает великую философ я с ним познакомился он меня по-своему проверил мы с ним поговорили о ницше азра тустре он пригласил меня сперва философский кружок и я стал затем староста этого философского кружка а затем через после серии проверк я стал его учеником у него всего было два личных ученика и вот я стал одним из них и вместе с ним я через него я изучил философию тайны а также аналитическую философию и если после первого второго третьего курса я ездил в стройотряды я дважды ездил на камчатку например мне тоже страшно повезло работать в стройотряде 74 дня в первом стройотряде на камчатке на потата то дальний самый край советского союза то после третьего курса все мои стройотряды происходили в библиотеках с утра до вечера я читал мне нужно было прочитать тысячу шедевров вот такая замечательная школа искусства жизни и через юрия ивановича кухтера я узнал что настоящая философия это философия жизни и суть этой философии это философия тайны мир это тайна открытая прозрачная таинственная никогда не кончающая и все слова все мысли все философские системы это инструменты выражения этой великой тайны бытия и тайны человечества бытия ну следующим наверное важным этапом было поступление одновременное в аспирантуру института философии я в 1980 году окончил физтех мне было 24 года и поступил в аспирантуру и осенью этого же года я познакомился с группой то и таинственных подпольных эволюционерах образующих трансперсональный круг контекст лидером этого круга был переводчик грофа лили и многие другие книги виталий николаевич михеекин мой первый наставник в мире трансперсональной психологии человек через которого я и познакомился с мировой трансперсональной психологии не только я например профессор аналимов познакомился через него а виталий михеекин свою очередь познакомился с этим направлением от ты нуриховича свой длэ великого трансперсонолога из санкт-петербурга который одновременно в миру доктор биологических наук профессор сотрудник института биологии клеточной биологии по моему академии наук вот и для меня самым важным было практическое знакомство с мировыми религиями то есть я конечно же кое-что читал но практиковать не практиковал ни молитву не медитацию не тибетские практики я читал психологическую литературу я прочитал много фрейда много юнга много российской книг по психологии но у меня не было никакого практического навыка и опыта в контексте мы практиковали мы занимались групповой работой никаких семинаров никаких тренингов ничего этого в советском союзе не было но в подполье трансперсональном мы уже этим занимались 80-м году я влился в круг людей которые несколько лет уже проходили прошли по этому пути это особая история контексте групповой работе может быть я когда-то расскажу более подробно но сейчас у нас нет для этого времени другая аспект моего развития как эволюционера связан конечно же с великими философами эволюционерами это лев шестов мой любимый русский философ странник по душам саша странник слышишь да у тебя есть коллега лев шестов который странствовал по душам конечно же мира по мардашвили лекциями беседами выступлениями которого я как и наверное десятки тысяч других людей которые искали заслушивался мира был живым словом не страшно повезло лично с ним общаться познакомиться я брал у него интервью я работал с ним как редактор и публиковал его такую ключевую поворотную статью сознание цивилизацию журнале природа где работал в гуманитарном отделе и конечно же это валерий по дорога наверное один из крупнейших из них крупнейший российский философ современности с которым я тоже познакомился валера был молодой кандидат наук я молодой аспирант и вот так в курилке на лестнице завязывались разговоры о самом важном вообще мы говорили обо всем но а самым важным что читала валера чем он занимался какое это отношение имеет к нитше или гуссерлю что такое пахе что такое феноменология что такое другой и так далее вот так вот самые важные философские проблемы философемы мы обсуждали между прочим и валера и сейчас для меня пример настоящего мыслителя которые мыслить жизнью живой наследник всех других великих мыслителей их продолжатель его дело на своем языке ну в восемьдесят втором году будучи аспирантом я вместе с Виталием Николаевичем Михейкиным попал в бурятии мы приехали туда осознанно для того чтобы познакомиться с тибетским буддизмом именно в бурятии жили ученики бедита андаровича дендерона и нам страшно повезло потому что в это время осенью 82 года туда приехал второй раз в советский союз далай лама и давал учения и вот так сложилось мне страшно повезло я не знал об этом заранее моим первым учителем тибетского буддизма от которого я получил посвящение стал его святейшество далай лама и я получил необычайные переживания во время учения дал далай лама и во время встречи с ним фантастически я о них рассказываю более подробно сейчас у нас нет времени для того чтобы об этом поговорить но я может быть расскажу в курсе в контексте раскрытия важных понятий и вот я получив знания о тибетском буддизме а далай ламы и других учителей я встречался также с бакула римфочи например главным ламой ладах он и приезжал неоднократно в советский союз получал от него учения с некоторыми другими великими учителями но несмотря на непрестанную практику было очень мало результатов мало плодов и это меня сильно огорчало до тех пор пока наконец в 1988 году ко мне почти что случайно попала книга токс ин конвей беседы в конвее чо гьяла нам кай на рбу и вот как когда-то в 80-м году я прочтя книгу станислава грофа области человеческого бессознательного стал трансперсональным психологом стал грофоманом и это во многом определило мою жизнь так точно так же в 1988 году прочтя книгу чердела на бхай на рбу я наконец-то понял суть дзок чена суть тибетского буддизма и стал искать контакта с этим великим мастером в конце концов весной 90-го года мне удалось узнать его адрес через лондонских знакомых списаться с ним попасть на его ретрит в 90-м году получить него посвящение пригласить в москву и началось мое движение также и здесь в русле традиции дзок чен чагела нам хай на рбу это очень важное знание и опыт как который я как революционер получил ну кроме конечно тибетского буддизма и традиции дзок чен у меня также есть опыт меньше конечно по объему но тоже в шаманизме в языческих практиках разных традиций тоже в индуизме я практиковал ездил в индию несколько раз отчасти в даосизме через бронислава виногродского и других мастеров даосизма отчасти в эзотерическом христианстве я читал немало я общался с отцами и также практиковал кое-что иисусом молитву и вообще молитвенные практики ну и конечно же другая практика суфизм у меня есть опыт нескольких суфийских зикров ну и конечно обширное чтение о том что такое суфизм так что достаточно много я знакомился некоторые традиции таких кундалини йога более поверхностные но я холочь хорошо знаю проводника и мастера кундалини йоги якобы маршака это мой друг и он тоже был членом нашего подпольного контекста в советском союзе мы общались в то время и яша вел семинары по кундалини йоги на моих многих семинарах так что вот через это я тоже прикоснулся к этому ну и наконец вот шестым пунктом я отметил встречу с великим эволюционером кино и телевидения эдуардом сагалаевым которая произошла одну лет 15 наверное назад вот такая тоже очень знаковая мы достаточно быстро познакомились подружились и эдуард михайлович пригласил меня помочь в работе над фильмами сказал володя давай снимем о том вот чем ты занимаешься что мне интересно я уверен миллионам других людей в нашей стране и и за пределами это интересно сделаем фильм и вот так мы сняли серию фильмов я был научным консультантом и помощником отчасти давал советы и по сценарии по сюжетам организовал съемочные ситуации шесть фильмов мистические путешествия с эдуардом сагалаевым первый фильм о грофе и холотрудном дыхании фильмы об индуизме йогических учителях о ритуалах жизни и смерти в индуизме о православных старцах о художниках визионерах и работой с эдуардом и его потрясающей командой талантливейших людей и профессионалов настоящих профессионалов кино и телевидения я вот так на лету очень многому научился это была моя высшая школа режиссуры и кинематографии телевидение и кино так что я чрезвычайно благодарен судьбе за то что она вот такую встречу мне подарила ну и лично эдуардом михайлович сагалаева следующее это 16 всемирный транспарсональный конгресс когда собственно говоря я начал снимать уже начал работу над своим первым эволюционным фильмом первый фильм эволюционной трилогии а тогда еще не знал что это эволюционная трилогия я еще не знал тогда что я эволюционер поверьте мне я думал что я транспарсональный психолог ведущий семинаров по разным транспарсональным практикам по интегральной работе процессуальной работе голотропного дыхания медитации авторским методиком уже тогда я занимался изначальной психотерапии и искал серединный путь дыхания пневмосинтез но я не знал главного чем я занимался всю свою жизнь я не знал что я шел по различным эволюционным треком искал инструменты эволюции пути законы помощников эволюции я не знал что я эволюционер поверьте мне я узнал об этом только три года назад и мне очень помогла встречи с многочисленными учителями с великими мастерами духовных традиций разных традиций с великими мастерами основоположников трансперсональной психологии конечно станислав гроуф стэнли крипнер роджер у фрэнсис воин кристина гроф создатель сети помощи людям психо духовном кризисе и холотропного дыхания конечно же кен вилдер создатель интегрального подхода я издал первые пять книг в россии по интегральному подходу открыл дорогу этому направлению конечно же арниями миндель с которыми я познакомился в девяностом году высоление они стали моими наставниками в процессуальной работе великие мастера великие учителя их очень много и например тридцать четыре героя в фильме танец бесконечности это тридцать четыре мои учителя три четыре великих мастера которые показали мне что главное не быть ограничены кстати это главная тайна мастеров они в контакте с бесконечностью внутри с бесконечностью в людях с бесконечностью бесконечной вселенной если у вас это есть то вы мастер и если вы стоите на земле вернее и упираетесь в небо тогда вы мастер важно быть уже также в конкретном измерении они абстрактный контакт с бесконечностью и конечно же не только тридцать четыре героя танца бесконечности но гораздо больше людей является моими учителями очень важно наши учителя это те кто помогает нам понять себя понять свой путь понять свою миссию и вот моя работа над моими фильмами танцем бесконечностью прежде всего помогла мне осознать себя мое обучение у станислава и кристины гроф у арнольда и эми миндел у кена вилдера стэнли крипнера майкла мёрфи и многих других прекраснейших мастеров духовно ориентированных психологии психотерапии философии культуры искусства науки помогло мне выйти за пределы себя найти через все эти пути контакт с бесконечностью понять тайну мастеров понять что я тоже на пути эволюции я тоже эволюционер и прозреть в отношении своей главной миссии давайте сейчас мы сделаем небольшое упражнение которое поможет каждому из вас кто сейчас на связи понять себя свою миссию свое предназначение вот такое упражнение на поиск предназначения прикройте глаза почувствуйте себя свое дыхание тоже прикрыл глаза я делаю это вместе с вами настроитесь на себя вы слышите мой голос и чувствуйте себя свое тело свое дыхание свою энергию вспомните себя с самого начала самого самого раннего детства свою семью все события своей жизни вплоть до настоящего момента мои студенты кстати в московском институте психоанализа которые там на годовых программах в обязательном порядке выполняет работу по духовной автобиографии это чрезвычайно важно быть в контакте с собой своей жизнью быть честным открытым в честном открытым многомерном контакте и всматривая свою жизнь с самого детства до настоящего момента особое внимание обратите на тех людей которые передали вам что-то для вас чрезвычайно важное основополагающее то что вам было самое нужное то что возможно изменило вас было самым великим подарком вашей жизни но это связано с каким-то опытом с какими-то знаниями с каким-то фундаментальным примером эти учителя не обязательно конкретные люди это могут быть герои книг герои фильмов ваши собственные герои которых вы придумали себе только герои вашего воображения это могут быть ваши близкие это могут быть ваши враги через них вы познали что-то важное вспомните всех этих людей и мысленно расположите их в хронологической последовательности должно быть хотя бы несколько человек в разном возрасте каждый из них передал вам что-то свое вам это было важно в особом смысле особый подарок поблагодарить еще раз от всей души каждого из своих учителей за тот дар который вы получили от них наполнитесь опять этим даром и займите место последний в этой ряду ваших учителей вот вы оборачиваетесь и там слева вереница расположены во времени ваших учителей а теперь спросите себя переведите снова все внимание на себя кто я такой кто я такая коль скоро я стою в этом конкретном ряду в чем мой смысл жизни какова моя миссия можете записать ответ можете передать вопрос можете что-то записать у меня спрашивает дмитрий васильев можно ли вас начать ему тема уже начата важнейшая тема как раз связанной с эволюцией я вплетаю это в личной истории но передаю вам и и рассказываю что такое инструмент эволюции и вот я через работу над фильмом понял что такое инструментарий эволюции я оживил свой контакт со своими учителями и это могло мне понять работа на сфильм была очень трудная вообще не ищите легких путей многие важные вещи требует вас всего и нужно жить на пределе работать на сверх усилий превозмогать себя но это дает плоды жизнь также порой подбрасывает нам весьма и весьма непростые испытания но в этом тоже есть глубокий эволюционный смысл без них мы не стали бы теми кем мы есть так что жизнь научила меня быть благодарна ей за любые испытания за любые подарки во всем этом есть великий эволюционный смысл я прекрасно теперь понимаю что имел ввиду нитши когда он говорил что не убивает нас делает нас сильнее или то что говорили древние там где опасность там и спасение и вот сейчас я не буду немножко отвлекаться на то что пишите вы закончу этот слайд и вот работа над танцем эволюции мне очень тоже многое дала было очень сложно потому что я был непрофессиональный кинорежиссер учиться приходилось на лету решать многие творческие задачи и в общем то получилось что то новое и интересное того что не снималось нигде не в россии не в мире и фильм был очень тепло принят везде в разных странах мира он уже переведем на 7 языков включая китайский и меня реально поразил отклик который есть у людей и поразило также то что этот фильм можно смотреть много-много-много-много раз в отличие от многих других фильмов и я сам смотрел его много раз и получаю каждый раз что то новое наверное это связано с мастерами которые в этом фильме говорят о самом главном да как говорил тот же ницше из всего написанного я люблю только то что написано кровью пиши кровью ибо кровь есть дух вот одна из важнейших заповедей эволюционера который я узнал юношей из книги ницше так говорил за ратустро и вот наконец то только в 2016 году через год после прокруток просмотров показов танца бесконечности сам смотря его много раз встречаясь со своими учителями еще раз еще раз еще раз с их звездными часами с их афоризмами фильме я наконец то понял извините я уж такой тугодом чем я занимался всю свою жизнь я занимался поисками путей развития самого быстрого я занимался инструментами эволюции и самой эволюции я занимался лучшими эволюционными треками апробированными человечеством поэтому значит константин басалаев владимир вы как я есть полностью отождественных с эволюционером или вы спонтанно играете эту роль видя что это игра эволюционеры ваше я это не я владимир майков я отвечу на этот вопрос но не сейчас это прекрасный сложный вопрос но вот когда я буду говорить об измерении экзистенциальном каждого человека уже расписывая шесть главных аспектов человеческой ситуации я детально расскажу это важнейшую вещь и вот ту сложную взаимоигру наших я в нашей большой в семье внутреннего мира так что вот только три года я понял чем я занимаюсь и тут же у меня вот как черт из табакерку посыпались мысли видения идеи и я снял новый фильм достаточно быстро то есть была философская канва этого фильма инструменты эволюции на основе этой философской канвы были выбраны герои произведен монтаж и фильм уже показывается будет показан скоро еще раз на 5 октября на конференции ежегодной ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии посмотрите на atpp.pro или на transpersonal.ru там есть подробное описание и ссылочки и так мы переходим сейчас непосредственно к эволюционизму и к эволюции к эволюции я понял что нам необходимо поиски нахождения инструментов эволюции то есть фундаментальных знаний и практик о том как мы развиваемся к тому что становиться все более и более и более реальными я понял что все чем человечество занималось на протяжении всей своей истории это тоже инструменты эволюции наука которой 500 лет это инструмент эволюции прежде всего объективного измерения нашего мира психологии вообще все внутренние интерспективные науки и знания это инструмент развития экзистенциального измерения я есть а также большинство работы которые мы делаем духовной традиции тоже это развитие нашего внутреннего мира прежде всего искусство это тоже важнейшая эволюционная практика развития внутреннего мира и человеческих отношений помните странствие по душам искусство помогает нам странствовать по душам то есть познавать других других людей да спасибо тем кто смотрит постоянно мои фильмы они есть кстати вот фильмы танец бесконечности в ютюбе наберите танец бесконечности он ссылочка вывалится в открытом доступе и так я понял что пришел последовательное находя изучая и практикуя потому что я конечно же проверял прежде всего на себе все что я находил в поисках инструментов эволюции законов эволюции помощников эволюции препятствия эволюции мой опыт я практикующий психотерапевт консультант коучер поэтому конечно же у меня большой опыт работы с клиентами в этом направлении у меня много друзей много студентов и на лету тоже естественно очень много дел проблем заметок на полях возникает и ну неплохое знание жизни благодаря этому существует и поэтому постепенно 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 я пришел к тому что сама жизнь есть самый лучший самый великий учитель жизнь это есть лаборатория эволюции это татами на котором происходит эволюция большое эволюционное поле игры и жизнь является важнейшей эволюционной практикой вот к чему я пришел жизнь каждого из нас самый мощный инструмент эволюции самая великая эволюционная практика и об этом собственно говоря я и буду вести речь и в первом курсе инструменты эволюции во всех последующих курсах ну курс конечно имеет большую философскую фундирование одной из моих альтер-эго это философ но прежде всего я обязан Мишеле Фуко вот здесь пять книг которые главные для эволюционера конечно же это Мирапа Мардашвили и его психотопология пути это двухтомник сейчас вышел в полном собрании сочинения Мирапа Мардашвили каждый том по тысячу страниц психотопология пути его исследование Марселя Пруста романов и мира и вообще мира более широко французской культуры а более широко конечно человеческой ситуации то есть резистенциальной культуры поэтому я многим обязан конкретно Мирапа Мардашвили Валерия по дорогу Левушестову моим любимым философом конечно же наука современная наука компьютерная метафора компьютерная революция много будет также параллели здесь для того чтобы разобраться в инструментарии эволюционеров и это связано с тем что компьютеры компьютерные метафоры это одна наверное главная стратегическая метафора мира науки и коммуникация и коммуникативная среда медиа это основополагающая среда в которой мы живем и среда в которой происходит наша жизнь и наше развитие и нужно знать очень хорошо что такое медиа Маршал Маклюэн почитайте его книги галактика Гутерберга и понимание медиа обе книги есть на русском языке конечно же вот непереведенные книги Ричарда Льюиса о том как люди общаются межсубъективные изменения измерения коммуникации понимания герменевтика мир другого человека важнейшие вещи вся мировая история мировые главные культурные проекты связанные с мировыми цивилизациями я на плечах гигантов хотингтона археологов антропологов построил вот свою историческую картографию мировых цивилизационных проектов субъектов и субъективности сейчас не буду вдаваться в детали просто эта картография есть и ну мне пришлось лично проделать очень большой путь читая постигая практикуя суть мировых цивилизационных культурно-цивилизационных проектов ну и конечно же ничем себя не ограничивая то есть работать с полным спектром не это первоначально вот таким вхождением в практику работы с полным спектром для меня было мое отождествление мое профессиональное поле связанное с трансперсональной психологии она намного шире намного свободнее намного теснее чем любая другая область психологии связана со всеми смежными областями жизни практики с культурой с искусством с философией и мне это очень сильно помогло конечно ну и детальное исследование шести измерений человеческой ситуации это будет в нашем спецкурсе инструментов эволюции а также конкретные обсуждения и конкретные практики как развивать себя экзистенциальное изверение я сам я мы видим каждый по-своему через свое мир и видим каждый видит живя в домашнем кинотеатре сознание фильм под названием моя жизнь где он главный актер и главный режиссер главный оператор и так далее вот детальное изучение того что такое субъект что такое я что такое экзистенция внутренний мир я сам и дальше преодоление этого мира преодоление фундаментальности экзистенциальной ситуации одновременно матрицы солипцизма выход на консенсус на общение с другими людьми это второе измерение межличностное межсубъектное измерение мы можно было бы назвать так извините у меня прыгнул слишком далеко я не ту клавишу нажал я предупреждал что могут быть баги но я сейчас быстренько наверстаю наверстал значит путь консенсуса путь объединения с другими людьми мир мы третий мир это объективный внешний мир мир который в основном изучает наука не только наука но тем не менее но поскольку наук много то есть много разных миров мир биологии мир геологии мир астрофизики мир нейронаук мир когнитивного знания и так далее поэтому нам необходимо объединять все эти картины в большую картину мира то есть необходим инструмент для этого который называется системным подходом третье важнейшее изменение это измерение центра измерение серединного пути и мы не можем миновать это измерение практики великого равновесия великого серфинга реальности великого баланса и мы об этом будем говорить очень много начиная от нагарджуны до канта начиная антиномии чистого разума и заканчивая современными парадоксами мы обсудим границы разума и в чем чрезвычайная важность избегания крайности исследования везде во всем серединным путем ну и наконец шестое измерение человеческой ситуации связанные с духом бесконечностью безграничностью богочеловечеством всесовершенством выходом за пределы ограничений ума так что мы с вами познаем шесть измерений человеческой ситуации главный инструмент эволюции главные помощники или катализаторы эволюции в каждом измерении вы поймете теперь на самом деле что такое развиваться и как мы можем развиваться не меняя свою жизнь как мы можем выпрыгнуть из беличьего колеса жизни мы поймем почему измененные практики связанные с измененными состояниями сознания такие например как холотропное дыхание шаманские практики другие экстатические трансовые практики являются важнейшими и ничем незаменимыми инструментами эволюции да их ничем нельзя заменить никакими другими практиками и без них невозможно сделать эволюционный скачок так что это тоже очень очень важно у кого-то идет фоном повтор голоса но это не через меня потому что у меня никакого фона и фонения нету посмотрите у себя пожалуйста может быть у вас что-то там такое замыкание значит мы проследуем вот этими путями путь личного мира путь мира с другими людьми объективного мира системного мира мира центра серединного пути и мира бесконечности мира духовного ну так же я конечно же поговорю и раскрою вам свое понимание тела телесности воплощенности энергии что это такое для эволюционера и какую особую роль играет наше тело в нашей эволюции почему она важна энергия особенно эмоциональная энергия особенно негативная эмоциональная энергия отрицательные эмоции и как с ним может и должен уметь работать в совершенстве эволюционер у нас будет большая картина также эволюции человечества и главных эволюционных ресурсов человечества это вот такая пирамида потребностей по маслу эволюционные уже полные мы также с вами получим большую картину того почему эволюционер это дилетант широкого профиля всегда нам нужно быть целостным а это возможно только тогда когда мы понемножечку откусываем от всех пирогов ни в чем себе не отказываем и живем полной жизнью на всю катушку запомните этот слоган полной жизнью на всю катушку это очень и очень важно и тогда мы поймем что такое эволюционное искусство эволюционная психология эволюционная педагогика эволюционные отношения эволюционный коучинг эволюционной психотерапии эволюционная наука эволюционные технологии эволюционные конференции эволюционные форумы и т.д. и т.п. эволюционные духовные практики это большой путь большая дорога мне пришлось пройти больше 30 лет вот начиная с 80-го года по 2016, 36 лет, вот с тех пор, как я познакомился с трансперциональной психологией в 80-м году, прочтя свою первую книгу Станислава Грофа «Области человеческого бессознательного», когда я встал на более или менее осознанный и осмысленный путь эволюции, конечно, до этого я вам рассказывал, и в детстве, и в школе, и в институте я многим занимался и развивался, я не стоял на месте, но осознанный наиболее путь начался в 80-м году с книжки Грофа, затем тибетский буддизм и очень долгие искания, вплоть до… с очень многими разочарованиями, между прочим, потому что, ну, как и многие люди, которые интересуются духовными традициями, я занимался духовными традициями, небезгрешные мысли просветлеть, достичь того, что мне казалось, высшей реализации, недвойственности, слияния совсем, все знания, все пластичности, все ведения, но, наблюдая за собой, я этого не заметил, несмотря на какие практики у великих просветленных учителей, я не достиг просветления, и, между прочим, получая учебные, просветления от великих училий в разных странах мира, на разных культурах, я не наблюдал просветления и у других западных учеников, великих просветленных мастеров. И постепенно, постепенно, постепенно я пришел к мысли о том, что великие духовные традиции, которые великолепно работали во времена Христа, во времена Будды, во времена Гуру Нанако, основателя кундалини-йоги, во времена Лао-цзы и Джоан-цзы, во времена Шанкары Адвайта Веданта, во времена Мохаммеда, почему-то не работает так прекрасно в наше время. Просветленных-то нет. И постепенно я стал понимать, почему великие духовные традиции создавались в те времена, в которые они создавались, как самые совершенные навигационные карты и навигационные системы, инструментарии, навигаторы по реальности, которые помогали людям, которые стремятся интенсивно развиваться, достичь этой цели. С учетом специфики жизни людей, многообразия духовных путей, духовных традиций. Но я понял, что мир-то ведь за это время изменился. Две с половиной тысячи лет прошли со времена Будды, две тысячи лет со времен Христа и так далее. И поэтому во времена Будды не было смартфонов, не было интернета, не было современных технологий и современных способов передвижения. У нас в нашем мире существуют другие фундаментальные связи с собой лично, с другими людьми и с миром. И поэтому у нас другие, как говорят, коренные идентификации и другие ограничения. И инструментов для работы с ними нету в прежних старых великих духовных традициях. Они работают, но не до конца. Они работают, но требуется что-то еще. Например, мой опрос великих духовных мастеров и великих экспертов по духовно-ориентированной психологии и психотерапии Кен Вилбер, Альмаз, Стэн Грофф, Роджер Волш показал мне, что для современного духовного практика хорошая психотерапия незаменимо ничем и играет чрезвычайно важную роль. Это связано с тем, что для современного человека колоссальные роли и колоссальные ограничения связаны с медиа и другими людьми. И эти ограничения по силе превосходят все, что было во времена Будды. И для работы с этими ограничениями, для их устранения нам нужны другие современные инструменты эволюции. И я постепенно выстроил систему эволюционной навигации, которую я и буду, собственно говоря, передавать вот в своем первом курсе «Инструменты эволюции». Ну вот первый мой эволюционный фильм «Эволюционная трилогия. Танец бесконечности». Затем второй фильм «Эволюционная трилогия». Когда я работал над этим фильмом, и даже когда я закончил, я еще не знал, что это трилогия. Я думал, что это дилогия. Но закончив фильм и показав его, я понял, что это еще не конец, что нужен третий фильм о самых успешных, самых продуктивных, самых быстрых, самых проверенных эволюционных путях, эволюционных треках. Поэтому я снимаю сейчас третий фильм эволюционной трилогии с рабочим названием «Пути эволюции» или «Эволюционные пути», как хотите. Снял уже пять или шесть интервью. И очень надеюсь получить помощь и продолжить работу над этим фильмом. Но я говорил вначале, что я люблю работать над несколькими фильмами. Да, вот фильм «Тайна Карлоса Кастанеды», который я закончил, он будет показан 6 октября в Институте психоанализа на Волгоградке. На сайте информация есть. Кто не смотрел, приходите, пожалуйста, зал там большой, приводите друзей. И параллельно с третьим фильмом эволюционной трилогии я хочу снять фильм о Виллиусе Орвидосе, гениальном скульпторе, который создал сад человеческой души, скульптур из всех мировых религий. И для меня является величайшим человеческим примером освобождения через творчество. Я хочу рассказать эту историю, хочу, чтобы люди узнали об Орвидосе, его потрясающем искусстве и о его жизни. Возможно, соприкоснулись с его миром, вдохновились и использовали его жизнь как пример своего собственного освобождения, через свое собственное творчество. Вот над чем работаю я. Я продолжаю снимать фильмы, продолжаю вести семинары. Этот курс, вводный курс трехмесячной «Инструменты эволюции» будет состоять из 11 базовых видеолекций. Темы здесь на слайде представлены, я о них уже вкратце рассказывал. Каждая видеолекция будет, и также каждую неделю будет одна видеолекция и одно практическое занятие со мной. С практиками, вопросами, ответами на вопросы, с тем, чтобы вы обязательно усвоили, очень хорошо усвоили все, что мы с вами прошли. Также я дам рекомендованный список литературы, важнейшие тексты, которые нужно прочитать для того, чтобы иметь такое более объемное, обширное понимание. И ссылочки на закрытые интервью мои с виднейшими эволюционерами. Ну, в частности, вот для участников курса будет возможность посмотреть полное трехчасовое интервью с Кеном Вилбером, полное свыше двух часов интервью с Орбертом Дилсом и ряд еще ноу-хау. Значит, только для эволюционеров, только для тех, кто интересуется. Вот этот курс «Инструменты эволюции» первый и базовый, основополагающий. И он чрезвычайно важен, особенно практика этого курса для того, чтобы идти, 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 идти дальше, развиваться. И вы сможете это делать легко, вы сможете делать самостоятельно, занимаясь любым делом, любой практикой, вы будете понимать их эволюционный смысл. Попадая на любую психологическую школу, вы будете понимать ее суть. Поэтому, ну, мне хочется, я сам понял только после того, как понял, к чему я пришел и разработал систему эволюционной навигации, и пожил в ней, попрактиковал. Я знаю, как это работает, и мое самое горячее желание поделиться с вами этими знаниями для того, чтобы нас стало больше. Осознающих, понимающих, что такое развитие, умеющих управлять своим развитием, своей эволюцией. Помните, я вначале говорил «эволюция, эволюция». Вот знамение нашего времени. Не только хомодеус, но еще эволюционеры, конкретные рьергард, фронтьёры, передовики эволюции. Ну и, конечно же, я думаю, что всем тем, кому это интересно, развитие, формально здесь перечислено, но всем, кому интересно творчество, развитие, понимание сути, этот курс дашь, я думаю, что-то новое, что-то важное. Не только теорию, но и важнейшую практику. Я здесь вкратце свел на этом слайде, как будет происходить обучение. Раз в неделю видео лекция, домашние задания обязательно, вы должны будете делать упражнения. Раз в неделю вебинар с упражнениями, ответами, вопросами. Обязательно регулярная самостоятельная работа. Ну и у нас есть приятный бонус. Он связан с тем, что у нас две опции прохождения этого курса. То есть первая опция... Сейчас, извините, он меня опять занесло. Немножко не туда. Первая опция – это курс 62 часа. Это вы только прослушали все, что я вам даю, и сделали всю домашнюю работу, задали все необходимые вопросы. И в этом случае вы получаете свидетельство об окончании этого курса от меня, от Владимира Майкова, автора системы эволюционной навигации. Если вам необходима официальная бумага о прохождении этого курса, которая имеет государственный статус, то есть это свидетельство государственного образца, аккредитованного института, то это тоже возможно. Но только при том условии, если у вас есть высшее образование, у вас должен быть диплом о высшем образовании. Обязательно. В любой области. Но обязательно диплом о высшем образовании, копию, с которой вместе с копией паспорта вы нам присылаете, с заявлением о поступлении на этот курс в повышение квалификации в Институт интегративной психологии и психотерапии. И вы проходите, за это вы оплачиваете дополнительную сумму, там стоимость это указана на страничке. Это сумма просто работ, которые необходимы для проведения и оформления всех необходимых официальных бумаг. И вы проходите этот курс, и вам обязательно нужен для того, чтобы получить этот сертификат, пройти практический семинар по эволюционным практикам у меня, либо моих ближайших учеников. Мои ближайшие ученики есть в Ижевске. Это Александр и Любовь Жвакина. Они сертифицированные ведущие холотропного дыхания. Прекраснейшие врачи, психотерапевты, психиатры, коучеры и так далее. Много работали со мною. И не знаешь, что такое холотропное дыхание, как эволюционная практика. Это также сертифицированные преподаватели в Казани, Марс Сары, тоже прекраснейший врач, нарколог, психолог, психиатр, психотерапевт. Так же, как и Жвакины, сертифицированный специалист, прошедший под моим руководством всю программу европейского сертификата по транспорциональной психотерапии. Тоже мастер дыхания, как эволюционной практики. То есть люди, которые живут в Казани, могут пройти эти два семинара у Марса, два двухдневных семинара. Такое у них общее базовое название – холотропное дыхание, как эволюционная практика. Те, кто живет в Москве и Московской области, ну а также и все другие люди, могут пройти у нас с Кристиной. Этот семинар, если будет много желающих, мы пригласим своих учеников, сертифицированных ведущих холотропного дыхания. И как когда-то в старинке проведем большой массовый семинар, пусть будет столько, сколько будет не только те, кто заканчивает у нас курс, но если вы захотите привезти своих друзей, знакомых подышать, пожалуйста. Может быть, мы даже сделаем с семейством Сакмаровых, я вижу, они здесь, с нашими друзьями-музыкантами Сергеем Летов и его команда. Володя Нелидов, может быть, мы сделаем даже процесс синестезии в один из дней. Синестезия как эволюционная практика, действительно, это очень крутая, очень эволюционная практика. Для этого мы найдем большой и хороший зал, и пусть хоть 100 человек придет на эту синестезию. Если зал будет достаточен для того, чтобы вместить, будет великолепная мистерия. Я хочу, чтобы люди, которые учатся на этом курсе, в процессе обучения, еще лучше осознали о том, что все в жизни может быть эволюционной практикой. Искусство – одно из самых мощных, самых великих эволюционных практик. Я хочу, чтобы реально в вас пробудилось знание, что каждый человек – великий артист и великий художник. Каждый человек может выразить себя и иметь для этого все необходимое. Поэтому и курс, и все в нем будет построено, чтобы способствовать пробуждению художников в каждом из нас. И поэтому те люди, у которых есть желание получить официальный сертификат, обязательно должны пройти. Два семинара – это обязательное условие института, практических семинаров. И тогда у вас будет удостоверение о повышении квалификации о 102-х часах. То есть пройти мой курс и пройти два двухдневных семинара у меня или у других людей, которые в разных городах. Ну, да, и там более подробно Кристина мне напомнила сейчас. Нужно будет еще, конечно же, написать реферат, потому что это официальный курс, официальная бумага. Для тех, кто просто прослушал реферат, писать не нужно. Не огорчайтесь. Это только тех, кто хочет идти дальше. Ну, что у нас будет дальше, еще дальше? Сейчас я посмотрю, что я там написал. Вот я здесь проекты. Проекты я там что-то это не написал почему-то здесь, в этой презентации. Почему-то у меня здесь это не получилось. Я это стер, то, что я хотел сказать. Но я вам и так скажу, что там дальше я планирую. После вот этого базового вводного курса, какие дальнейшие перспективы, я буду проводить вас по самым интересным и самым важным эволюционным трекам, которые я нашел в своей жизни. Ну, например, путешествие героя. Жизнь как героическое путешествие. И я, надеюсь, познакомлю вас с истинным, шестимерным путешествием героя, а не одномерным. И вы очень много-много нового узнаете и научитесь очень многие проблемы, решения находить. Ну, другой важнейший ключ – это творчество. Жизнь как творчество. И у меня есть великолепный трек – это безумие творчества. Дыхательные практики, как эволюционные практики. То есть в целом у меня есть 25 фундаментальных эволюционных треков. И начну я, конечно, с самых-самых, как я думаю, всеобъемлющих, интересных, полных. И, в принципе, существует возможность набрать также необходимое количество, последовательно проходя официальные программы по этим трекам. Они все будут иметь такой вот внутренний, но как бы без бумаги официальной и с официальной бумагой. А получение официальной бумаги связано будет всегда с практикой, конечно же. С прохождением практических семинаров у меня и у сертифицированных ведущих этой программы в разных городах. И, в принципе, можно будет также заработать диплом о дополнительном образовании у меня вот по тому новому направлению, которое я сейчас развиваю, связанной с эволюционизмом и системой эволюционной навигации. Ну вот, вкратце, все, что я намеревался вам сказать. Да, вот последние слайды Лики Мудрости. Записывайтесь, кто хочет, кого это заинтересовало, на этот курс. Ссылочки вам всем будут присланы вместе с обещанным подарком. Алена здесь, вот она вот написала вам, все участники вебинара смогут получить двухтомник. Я не имел возможности вам более подробно говорить о той роли, в которой написание этого двухтомника оказало в моем становлении как эволюционера. Очень важное. Понимание вообще человеческой жизни как трансперсонального проекта. Это была такая долгая-долгая работа с материалом. Очень важно, и этого не минуешь, выкарабкиваться из материала, прорываться. Вот мои с профессором Козловым студии мировых религий, искусства, практик трансперсональных, различные психологии, философии, они были очень важным для нас обоих этапом вот этой эволюционной работы. Кстати, недавно с профессором Козловым мы встречались и договорились, ну, все-таки прошло 11 лет со времени издания этого двухтомника, много воды утекло, мы стали эволюционерами. И мы договорились о том, что мы начнем новый двухтомник, сохранив прежнее название, трансперсональный проект, полностью его перепишем и значительно дополним. Так что в 2020 году или, может быть, в 2021 году выйдет новый трансперсональный проект, уже связанный с эволюционным измерением жизни. Пожалуйста, у нас сейчас открытый форум. Елена Андреева, модератор курса и одна из двух моих ближайших помощниц по этому веб-курсу вместе с Кристиной, моей женой, Кристиной Майковой, которая вы также много знаете. Она подсказала вам, как записаться. На почту можно написать, вам придет электронная версия этой книжечки. Записаться можно вот через сайт. Ссылочка есть. Пожалуйста, какие у вас вопросы по сегодняшнему дню, по сегодняшнему вебинару? Давайте немножко подождем. Если какие-то вопросы созреют, то да, запись, конечно, будет выложена. Этого вебинара она автоматически, я очень надеюсь, я еще ни разу не сохранял, но я надеюсь, что она сохранится. Но я подстраховался. Вот свою беседу я еще и записал дополнительно так, так что в любом случае она сохранится и выложена будет просто вот без слайдов, которые есть вот в этой презентации и в этом веб-интерфейсе. Ну что ж, если нет вопросов, одни возгласы. Спасибо, Саша Странник. Спасибо, Елена Андреева. Спасибо, дорогие мои. Всем вам. Многие из вас знают меня много лет. Но, надеюсь, познакомиться со мной еще и в новом измерении, в измерении нашей общей с вами эволюции, в нашем становлении как эволюционеров. Доброй, успешной вам всем эволюции, ну и хорошего отдыха, хорошего сна сегодня. Всего вам доброго и до новых встреч. Большое вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok